Еще двух подозреваемых задержали по новому делу об извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Речь идет о сотруднике отделения аттестации автоводителя Кишинева и о его клиенте. Дело открыли на прошлой неделе в рамках расследования НЦБК, начатого в январе. По данным правоохранителей, госслужащий обещал мужчине за деньги, содействуя в получении водительского удостоверения. Он якобы запросил и получил 800 евро. В ходе обысков офицеры НЦБК изъяли в доме подозреваемого мобильные телефоны, а также вещество растительного происхождения, предположительно марихуану. Оба мужчины задержаны на трое суток. Если их признают виновными, им грозит до семи лет тюрьмы. В начале года сотрудники НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией раскрыли схему незаконной выдачи водительских прав. Около ста человек получили удостоверение, заплатив взятку от 500 до 2000 евро. Тогда провели около 30 обысков. В январе задержали автоинструктора Изаргеева и сотрудника агентства госуслуг. В апреле НЦБК сообщил, что по этому делу также взяли главу одной из столичных автошкол и двоих его подчиненных. На время следствия все трое находятся на свободе.